Долговая кабала Они становятся предметом залога, в счет займа, который пришлось взять, ну, например, на лечение. Что мы можем поделать? Мы же бедняки. У нас нет никакой собственности. Зато у нас много детей, и всех их надо как-то кормить. Работодатели выдают нам авансы, и потом мы долгие годы работаем, чтобы расплатиться с ними. Они отслеживают все-все наши траты. Мы вкалываем, как проклятые. Мы работаем, а все деньги идут хозяевам. За 4-5 месяцев мы зарабатываем 5000 рупий. Это примерно 100 долларов. Вон девушка ждет клиента. Все в Стамбуле знают, где держат привезенных девушек. Но Аксара – опасный район, и водители обычно не хотят туда ехать. Правила здесь устанавливают сутенеры. Работорговец продает девушку сутенеру, а тот убеждает ее, что она у него в долгу. И чем лучше она будет работать, тем быстрее ее отпустят. Но даже после того, как так называемый долг отдан, многие продолжают заниматься проституцией. Они сломлены и не видят другого выхода. Жене удалось сбежать из Аксары. Я решила, что у меня есть только два варианта. Либо я прыгну, либо умру там. Тогда был месяц Рамадана. А во время Рамадана мусульманам нельзя заниматься сексом с кем-либо, кроме жен. Поэтому и клиентов не было. Я проснулась, оделась. Увидела, что дверь на балкон открыта. Я вышла на балкон и начала спускаться по трубе. Но далеко уйти мне не удалось. Она прыгнула с третьего этажа. Когда Женя пришла в себя, она не чувствовала ног. Месяц она провела в больнице. Но за несколько дней до операции за ней пришли сутенеры и забрали ее обратно в тот же бордель в Аксаре. Федерация футбола. Национальный тренировочный центр. Некоторые центры запрашивают по 800 тысяч франков. У родителей денег нет. Они копят, берут суды. За двоих детей получается миллион шестьсот тысяч. Но за то, чтобы играть в футбол, денег не берут. Африканские агенты, европейские агенты. Это хорошо смазанная машина. И она работает. Есть спрос. Они просто делают свою работу. Я называю это современным рабством. Как было раньше. На наших предков охотились и отправляли их на невольничьи корабли. То же самое происходит и сегодня. Но теперь их даже ловить не приходится. Стоит лишь показать доллар или евро. Дети сами бегут за ними. Родители умоляют. Выберите наших детей. Родители платят за то, чтобы их дети попали в Европу. Хотя это европейцы должны платить им за таких талантливых детей. Странно это получается торговля. Но родители говорят. Берите наших детей. Да еще платят за эту честь. Вот что происходит сегодня. Редактор субтитров А.Семкин